Характеристика общественной власти и социальных норм первобытного общества. Тоже очень интересный вопрос. Давайте к нему перейдем. Что такое первобытное общество? В общем-то, первобытное общество считается в истории человечества самой первой формой общественного бытия. Да. Социальные нормы первобытного общества называются мононормами. Может быть, вы слышали. Мононорма. Общие закономерности причины возникновения государства и права. Так, ну что, вопрос, как всегда в теоретических науках, дискуссионный. Некоторые ученые говорят, что такие это причины, некоторые ученые выделяют такие причины. И на самом деле, понятно, почему он дискуссионный и понятно, почему он сложный. Потому что какой-то объективный фактологический материал, если он и есть, его довольно-таки мало. Ну и, во-первых, мало. Во-вторых, встают вопросы о его истинности, достоверности, внутреннего содержания. Поэтому, да, не все так просто с этим вопросом. Тем не менее, выделяют два основных подхода. Вот две основных причины. Это такие вот две большие группы. Первая – это происхождение государства и формы происхождения государства. Выделяют типичные формы и выделяют уникальные формы. Причем интересно, что в учении Маркса та форма, которая сегодня современными исследователями признается уникальной, – это рабовладельческие города-государства. Она, то есть, при Марксе, она признавалась в его учении как типовой, типичной для всех. Сегодня она считается уникальной. Но мы начнем с современного состояния, да, как смотрят на всю эту картину современные исследователи. И выделим два типичных, две типичных формы. Продолжение следует...